Дышать полной грудью и наслаждаться жизнью, отбросив резиновые перчатки, медицинские маски и тесты на ковид-19. Такую радужную картину, которая наступит после пандемии, рисует самарская художница Оксана Гладкова на одном из домов на Новосадовой. Место символическое в районе детской инфекционной больницы. За три дня удалось нанести проекцию эскиза с листобумаги на фасад многоэтажки. Теперь осталось раскрасить. Полноценная картина появится к концу этой недели. Оксана Гладкова расписывает стены домов не в первый раз. На ее счету уже семь муралов. Есть картины в Сургуте, Нижневартовске, Туле и Тольятти. В Самаре до девочки в постковидном мире Ольга нарисовала также футболистов чемпионата мира и медиков, которые сражаются с коронавирусом. Художница победила в областном туре фестивале стрит-арта, обойдя 18 соперников. А теперь готовится участвовать в конкурсе Приволжского федерального округа в форум арт, где и представит новую работу. Мы очень надеемся, что наша работа, чистый вздох, работа Оксаны Гладковой, конечно же, победит. Потому что, если мы посмотрим на нее, работа символизирует ту эпоху, которая в скором времени настанет, когда каждый из нас сможет снять перчатки с рук, сможет снять маски, спокойно обнять близких и перестать думать про то, что есть какие-то барьеры и есть проблемы. Определят лучший мурал в конкурсе ПФО простые люди. Голосование пройдет в интернете. Автор лучшей работы получит денежный приз – 100 тысяч рублей. Обладатель второго места – 70 тысяч, а третьего – 50. Самарская художница надеется на успех. Но куда потратит деньги, если победит, пока не решила. Возможно, подарит еще один мурал горожанам. Сергей Кизоркин, Николай Епифанов, События.